Здравствуйте! Вы смотрите календарь ForexTrader, подготовленный для вас компанией ИнстаФорекс, с вами я Екатерина Стихина. Во второй половине этой недели выходят следующие макроэкономические события. Так, в четверг статистическое бюро Новой Зеландии предоставит данные по инфляции в первом квартале этого года. Аналитики прогнозируют, что индекс потребительских цен вырос на 0,8% в месячном выражении и на 2% в годовом. Для сравнения, в последние четверти прошлого года в годовом выражении инфляция в Новой Зеландии ускорилась до 1,3% после 0,4% в третьем квартале. Помесячные темпы инфляции в Новой Зеландии в заключительном квартале 2016 года достигли рекордного уровня за последние 2,5 года. Индекс потребительских цен повысился на 0,4% по сравнению с ростом на 0,3% в предыдущие три месяца. Цены на бензин в Новой Зеландии возросли на 4,1% в отчетном периоде, в то время как цены на продукты питания упали на 1,2%. По мнению специалистов, рост инфляции в основном вызван однократными факторами, такими как колебания цен на бензин и продукты питания, а также за счет повышения налога на табачные изделия. Главными событиями пятницы станут две публикации – отчет по розничным продажам в Великобритании и статистика по инфляции в Канаде. Аналитики прогнозируют, что розничный сектор Туманова Альбиона в марте этого года сократился на 0,3% к предыдущему месяцу. Напомним, что в феврале объем розничной торговли в Великобритании с учетом затрат на топливо увеличился на 1,4% в месячном исчислении после снижения на 0,5% в предыдущем месяце. Ожидалось повышение лишь на 0,4%. В годовом исчислении рост объема розничной торговли составил 3,7% по сравнению с 1% в январе. Это неплохие данные, учитывая, что им предшествовало трехмесячное падение показателей. Отметим также, что в последнее время темпы роста цен превышают темпы роста заработной платы, в результате чего покупательная способность британцев снижается. Касательно инфляционных веяний в Канаде отметим, что эксперты ждут повышения мартовского показателя на 0,4% в месячном исчислении и на 1,8% в годовом. Напомним, что в феврале индекс потребительских цен в Канаде повысился на 0,2% после роста на 0,9% в предыдущем месяце, что соответствовало прогнозам. Цены на продукты питания возросли на 0,1% в феврале, но снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на транспорт упали на 0,8% в феврале, однако повысились на 6,6% в годовом выражении. При этом годовые темпы инфляции немного замедлились до 2% в феврале с 2,1% в январе. Помимо вышеперечисленных событий, в конце недели выйдут следующие данные. В четверг в США выйдут отчеты по деловой активности в округе Филадельфия и первичным заявкам на пособие по безработице. Встречей выступит глава Банка Англии Марк Карни. В пятницу в европейских странах опубликуют данные по деловой активности. В США выйдет статистика по продажам жилья на вторичном рынке. Также в этот день начнется встреча МВФ. На субботу назначено выступление главы ЕЦБ Марио Драги. В воскресенье во Франции пройдут президентские выборы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...